Общеизвестно, что вода это источник жизни. Именно поэтому история человечества тесно переплетена с водой. Поэтому еще одна очень важная история. Вода или научное название оксид водорода H2O это прозрачная жидкость, не имеющая цвета, запаха, вкуса. Ни для кого не секрет, что появление жизни на нашей планете связано с водой. Эволюция человека также тесно переплетена с этой жидкостью. Вода участвует в терморегуляции тела человека, а также поддерживает структуру клеток, осуществляет транспортировку необходимых веществ в организме и так далее. Поэтому вода во все времена была необходима человеку для выживания и поддержания жизни. Около 10 тысяч лет назад, с появлением земледелия и скотоводства, человечество создало постоянные места обитания, и население стало расти быстрее. Оседлая жизнь человека привела к строительству деревень, городов и в конечном итоге к появлению целых государств, которые сильно зависели от воды. Не случайно первые цивилизации появились именно вдоль крупных рек. Например, Древний Египет вдоль реки Нил, Древняя Месопотамия вдоль рек Тигра и Ефрата, Древняя Индия между реками Интыганг и китайская цивилизация у рек Хуанхэ и Янсцы. Это создало совершенно новые отношения между человеком и водой. Помимо употребления в пищу, вода стала необходима для орошения полей. В Египте археологи нашли следы древних колодцев, а в Месопотамии каменные дождевые каналы, датируемые аж в 3000 годом до н.э. В древнем индийском городе Мохенджадара, расположенном на территории современного Пакистана, археологи нашли сотни древних колодцев, водопроводных труб, туалетов. При ассирийском царе Синнахирибе 8-7 века до н.э., который много и успешно занимался использованием водных ресурсов, был построен ряд плотин, а также канал длиной 35 миль для обеспечения водой столицы Осирии, города Ниневия. Ко II веку н.э. во время династии Хань китайцы уже использовали цепные насосы, которые поднимали воду с более низкой отметки на более высокую. Сельское хозяйство зависело от количества доступной воды. Засухи и наводнения на всем протяжении истории человека во всех цивилизациях приводили к нехватке продовольствия и голоду. Строительство ирригационных систем и каналов повлияло на развитие письменности, развитие производственных отношений, появление первых законов и на многое другое. В большинстве мифов о происхождении мира присутствует сюжет о создании неба, земли и воды. Во многих культурах есть божества, которые покровительствовали водной стихии рекам и морям. Например, в греческой мифологии один из братьев верховного бога Зевса – Посейдон, бог морей и океанов. Согласно мифологии, Посейдон мчался по морю на колеснице с трезубцем, которым вызывал бури, разбивал скалы, ударял по земле, что приводило к образованию источников с пресной или морской водой. В японской мифологии бог бури и водной стихии Сусанна появился из капель воды, которыми первый на свете бог-мужчина Идзанаги омыл свой нос. Во многих мифах и верованиях древних цивилизаций от китайской до греческой существовали представления о целебности воды. Например, в мифологии инков, индейцев Южной Америки, большое внимание уделялось озерам, родникам, пещерам. Они верили, что оттуда их предки когда-то появились на этот свет. Страх перед водной стихией, наводнениями и тайфунами также нашли отражение в верованиях людей. Один из самых известных и распространенных сюжетов среди народов мира и в ряде религиозных текстов – это «Всемирный потоп». Это рассказ об огромном наводнении, которое стало причиной гибели почти всех людей. В соответствии с этим рассказом бог или боги насылают на людей потоп в наказание за неверие, нарушение законов, убийство животных и так далее, а иногда и без указания причины. Есть мнение, что история о потопе является своеобразным отражением глобального процесса подъема уровня мирового океана. Таким образом, вода играла и играет ключевую роль в зарождении жизни на Земле, рождении человеческой цивилизации, появлении религии и государства.